Утром мы покидаем Кондостров. Погода стоит замечательная, море спокойное, мы направляемся к Хедострову, расположенному в 20 километрах южнее. Если с названиями Кондострова и Каткана все прояснилось, в переводе с финского или шире финно-горского, это медвежие и орлиные острова, то с Хедостровым предстоит разобраться, что же означает его название, пока мне не удалось этого выяснить. Вот Хедостров, здесь очень мелко, сейчас под нами всего 2 метра все видно, а чуть-чуть в стороне уже 0,4 метра. Тут огромная мель перед островом, несмотря на то, что до него 2 километра. Вот хорошо видно песчаное дно, сейчас самая малая вода и до него где-то метра 2, а если чуть-чуть сместиться вот в сторону острова, то там вообще 0,4 и гигантская отмель появится. Так что вроде ты достаточно далеко от берега, но вот очень мелко. Так, мы подчаливаем Хедострову. Тут вообще крутизна нереальная, конечно. Погнали, сейчас быстро разгрузим, вытащим их сюда и пойдем гулять. Погнали, 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 погнали. Итак, друзья, мы на Хедострове, на его западной стороне, вдалеке Каткана виднеется, длиннющий огромный пляж. Сейчас мы про него прогуляемся до северного мыса острова. Если поддувает с противоположного берега, то на западном берегу полная идиллия, солнце, вообще не ветерка практически. В общем, такой вот огроменный, широченный пляж. Время отлива, конечно. Вот. Со стороны Онеги приближаются облачка какие-то. Посмотрели по карте до северного мыса, до того, где-то 4 километра. Минут за 50, за час дойдем не спеша. Ну, скорее всего, за час. Все-таки песок немножечко в ноги вязанут. Погода прекрасная просто, изумление. Сейчас купаемся теми по дороге. Берега становятся еще круче. А самому конце нам, СУ, на карте указано 23 метра. То есть, если здесь с посещением высота вот этого обрыва метров 10, то там он в два раза выше. Посередине хедострова, из земли торчит вот такая вот железяка. Ку! Женщину убрали, автомат поставили. Нормально тут. Во! Просто супер. Остров, конечно. Виды, виды просто нереальные. Очень красивый остров. Прошли полпути только. Полпути, кажется, он... Кажется, что мы уже на месте. А кажется, да, что должны были дойти. Нет, почему? Вот смотришь, ну вот еще буквально там разбежаться, и все, и мы уже там. А по карте GPS показывает ровно полпути. Здесь вот так вот море подмывает берег. Деревья массово падают. Ну и, можно сказать, прикрывают своими телами береговую линию. Так, чтобы она не так быстро размывалась. Вот какие завалы. Ну да, на берегу больше солнца, больше света. Они тут быстро набирают рост, массу. А потом падают. Слушай, это просто... Мне кажется, что вот там мы могли бы даже словить его. Мы сейчас просто в отлив рассматриваем зону отлива, которая обнажилась. И видим такие огромные камни очень далеко от берега. Мы, конечно, шли дальше их, но все-таки, насколько коварно Белое море. То есть, тут можно неожиданно налететь на камень. То есть, так-то все чисто, но некоторые экземпляры попадаются очень приличные. Очень далеко от берега. Так что, прям, надо аккуратно. Явление природное. На определенной высоте идет струение воды. Какой-то водоносный слой. Ну да, наверное, водоносный слой, действительно. Нет, ну вот прям, посмотри, вот она по берегу идет. Ха-ха, соленая. Соленая? Не, не соленая. Не соленая, пресная вода. Не соленая. Это у меня губы соленые. То есть, тут такая довольно-таки приличная струйка-то стекает. Да. Как-то она течет по грязи. Да не фигел тебе сейчас набрать. Дима решил набрать воды. Вот это чудо воды хочу набрать, но тут не получается, потому что земля эта обваливается сразу же. Пить. Пить. Ну что, что-то набирается там? Ну как? Отличная вода такая, чуть-чуть сладковатая, кажется. Полоса, из которой сочится вода, она прям вот на одной высоте. Там удивительно. Толщина, которую мы видим, да, вот сверху как бы течет вода. А вот этот вот слой, это глина. Я вот сейчас своей рукой там потыкал, она еле-еле вообще ее не пробить, не разбить. То есть, получается, что дождевая вода как бы падает на остров. И на этом вот слое собирается. Он, видать, немножко под уклон. И здесь она именно начинает выходить. То есть, глина служит препятствием? Да, да, глина как бы препятствует уходу воды. То есть, она не может уйти туда, в землю глубже. И она идет здесь, по этому слою, и выходит сюда. Вот, всему есть научное объяснение. Да. Отлично. Вода чистая, там колодец наверху построить. Проще простого. Прокопать надо, где-то не трогать. Четыре-пять. Так, для мысов осталось полтора километра где-то. Большая часть позади. У нас, правда, сзади догоняют тучки. И как бы нам не пришлось возвращаться обратно под дождиком, путь все ближе, ближе, ближе. Так что сейчас солнышко, наверное, пропадет. Вот, посмотри, какое дерево. Моя теория о том, что деревья закручиваются из-за того, что солнце по кругу ходит, полностью несостоятельно. Закручены они абсолютно в другую сторону. Причем все. Неудачный эксперимент. Попробуй. Тут высоко уже. Аккуратнее. Какое-что-то хрустит сзади. А еще проблема в том, что амплитуда увеличивается со временем. То есть ты пытаешься сбалансировать, а оно же больше и больше и больше и больше. Вот берег стал еще круче. Вот там тарзанку привязать наверху. Да, там тарзанку насоснеет. Или качели о гигантских двух стволах. И прям вообще будет песня. Мы практически дошли. Еще чуть-чуть осталось. Метров двести. И будет северная конечность мыса. Красота тут вообще здорово. Как будто на другой планете где-то. Я ушел вперед по отливу достаточно далеко. Такой-то вид на Каткана. Вокруг сейчас никого в огромном радиусе. Когда мы находимся где угодно там. В Подмосковье, в Матичах, в Дмитриеве. Там людей вокруг полным-полно. Здесь на огромный квадратный километр никого нет. Вообще очень здорово. Сейчас в нашем распоряжении целый остров. Пожалуйста. Вон как быстро происходит прилив. Совсем недавно вода стояла. Теперь она пошла обратно. А вот и северный мыс острова. В общем, так он выглядит. Отсюда вполне поверишь, что это девятиэтажный дом. То есть там у тебя еще выше что ли получается? Залез на верх. Ну, с 7 этажей вчистую. Вот ты вот. Я просто смотрю. Ну, был я на 7 этажных домах. А там залезать сложно? Там вертикальные стены или не очень? Я, так сказать, еле залез. Довольно. То есть я вроде по пологому склон улез так как бы такими галфами. Но довольно тяжело. То есть без рук не лезется. Хорошо, сейчас я к тебе приду. Достаточно крутой склон. Сдохни ли умри. Поднялся наверх. Тут такие заросли можжевельника. На мысу заросли осин еще. Помимо можжевельника. Можжевельник до пояса, а выше идут осины. Почему-то не сосны, а осины здесь. На самом-самом северном мысу. Такие мощные осины. Старые такие. Ух ты, я бары. Вау. Вон Димон там маленький. А это у нас вдалеке виднеет Солнцевый луды. Остров Лесной, остров Хвостово. Это, наверное, остров Лесной. Чуть правее остров Хвостово должен быть. Решили обратно возвращаться все-таки по старому берегу, по которому мы шли на мыс. Потому что противоположный каменистый. Там дует ветер прямо в лицо. В общем, он какой-то некомфортный. Так что идем обратно, уже приливает. Надеемся успеть все-таки вернуться до полной воды, до максимальной. А то нам придется прямо по самой кромке идти или вообще подниматься наверх. Итого прошли мы 6 километров 580 метров. А ходили мы 2 часа 3 минуты. Вот такая неспешная у нас прогулка. 3 километра в час у нас скорость, да. А кажется, всего-то по берегу 4 километра вроде. Ну да. А трек показывает, пока вышли, пока пересекли остров. 400 метров там наверно. Кажется всего. То есть вместо 4 вышло 6 км. Реально, по факту. Да, да. Кажется, морской тюлень тут упокоился. Или морской котик. Ну, тюлень есть. Станем, положим на... Совсем такой, видимо, детеныш какой-то был. Такой некрупный совсем. Детеныш тюленя, похоже. Вот такой малюсенький. Тучи все-таки прошли стороной. По-прежнему светит солнце. Погода прекрасная по-прежнему. Ну вот мы и вернулись с нашего похода на Северный мыс. В общей сложности получилось 12,5 километров. Весь от унижму уже бьет интернет, добивает до сюда. Иудимый МТС сейчас показывает 3G. Что сейчас мы немножечко переместимся в мир интернета. И залипнем на полчасика. Ух ты, ничего себе, вот это дерево. Это не дерево, это монумент. Ничего себе. Ты посмотри толщину ствола. Тут гигантская сосна упала. Я не знаю, что-то в диаметре. Похоже, что она метрового диаметра. Я по нему спокойно и иду, вообще без проблем. Вон такой ствол огромный. Хо-хо. Какие стволы. Какой ствол мощнейший. Невероятно просто. Вы смотри. Сейчас с тобой не взрослый? Кука ему лет 200. Впервые в жизни вижу такое дерево. У Криосана там Антон ходит. Это футуристично. Вот тут все очень футуристично выглядит. Днем искупаться не получилось. Решили сделать это ночью. Расширить костер. Ну что-то он какой-то взломный был. Правильно последовательность здесь и такая. Надо сначала у костра подразогреться. Потом искупаться. Потом. А потом снова греться у костра. Хо-хо-хо. Да, это настоящий карельский стиль. Или другая, слушай. Да, это просто стиль. Слушай, это как... А вот кто-то скотик. Продолжение следует... 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 Это хорошая новость. Вот такое чудо встретилось. Иду, и тут такая киса. Кис, у меня нет ничего. Нет ничего. Пустой. Извиняй. Они же мы просмотрели по-быстрому. Комарья тут уже, конечно, гораздо больше, чем на островах. Рядом леса. Разница очень ощутима. На островах немного, а тут прям окружают тебя. Я так бегом бежал смотреть деревню, поснимать, пока еще солнце не село окончательно. Что даже не заметил Мишкины следы. А Дема уже пошел следом за мной и заметил. В общем, да, достаточно свежие. Вот, вот, видишь, вот он идет его. Следы раз, раз. Видишь, вот здесь козатки. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Вот он и. Ага. Пяточка вот от этих пальчиков. Короче, Мишка прям недавно проходил. Да. Медведи, в общем, гуляют прям по крайней села практически. Ну, а вот тут вот следы вообще прекрасно видны. Прям недалеко от нашей лодки. Вот, Мишка пришел. Ладно, а мы двигаем в Онегу. Нас ждет Онега. Пытаемся успеть добраться еще, пока стоит полная вода на море. Говоришь, запомнил фарватер? Да, вот смотри, вот этот камень, вот он, вот прям. Вот, видишь, камень? Угу. И перпендикулярно берегу, и вот ориентируйся на этот камень. Ну, отлично. Никаких препятствий. Хорошо. Че, поехали? Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Он прям скрипит Это фарватер с моря в Вонегу При входе в Вонегу Зеленый и красный бакен Уже сумерки белой ночи закончились практически Поэтому так темно Прибыли в Вонегу Уже ночь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok